Томская область претендует на создание научно-образовательного центра мирового уровня, и у региона есть на это все шансы. Об этом сегодня в ТГУ заявил замминистра образования и науки Алексей Медведев. Там федеральные областные власти, а также ректоры вузов Сибири обсуждали вопрос создания в России 15 центров интеграции науки и промышленности. В рамках этого проекта предполагается обновление 50% оборудования учреждения, а также совместная работа над исследованиями ученых России и пяти ведущих стран мира. Алексей Смирнов продолжит тему. В ближайшие 6 лет в России должны быть созданы 15 научно-образовательных центров мирового уровня. В Сибири сразу несколько городов заявили о своем стремлении и готовности к участию в программе. Томский научно-образовательный кластер в числе региональных лидеров и должен воспользоваться таким шансом, считают областные власти и ректоры вузов. Это и большая ответственность, это, конечно, и престиж, это, конечно, еще и федеральные средства, поэтому тут все вместе и много-много чего хорошего. И мы надеемся, что в Сибири, в том числе и в Томске, конечно, какая-то часть будет открыта. Помимо Томска о своих амбициях заявляют еще несколько сибирских регионов. Федеральным властям придется выбирать самых достойных среди лучших, определять направление и специализацию создаваемых центров. Необходимо только одно – понять нам самим, что такое научно-образовательный центр. Второе – определить место и роль каждой нашей научной организации, образовательной организации. Другая задача – максимально быстро начать получать практические результаты от деятельности центров. Сибирь выделяется от других территорий нацеленностью науки на связь с реальным сектором экономики с учетом отраслевой спецификации. Ключевым словом является кооперация, прежде всего, кооперация реального сектора с наукой и образованием. И этот задел в Сибири можно оценивать как один из самых высоких в сопоставлении с иными регионами страны. О связи науки и производства на конкретном примере полпреду президента рассказали в компании «Газпром Трансгаз Томск», которая строит магистральный газопровод «Силы Сибири». Реализация федерального проекта была бы невозможной без использования научного потенциала. В условиях импортозамещения приходится создавать новые технологии, оборудование с учетом своих потребностей и специфики. Реализация проекта «Наука» рассчитана до 2024 года. Первые результаты обещают получить уже в ближайшее время. При этом научные разработки должны быть такими, чтобы их можно было максимально быстро использовать в производстве. Алексей Смирнов, Иван Патласов, Андрей Степанов, Вести Томск.